Приветствую вас. Как-то мне показалось, что вы как будто бы разговариваете с кем-то. Может быть, с молодым человеком говорите, может быть, что-то еще сказать сложно пока. Очевидно, что у вас идет довольно-таки серьезная такая психотическая модель поведения. То есть, когда вам очень сильно нужен человек, когда вы прямо жить без него не можете, очевидно. Вот. И очевидно, что здесь у вас и проблемы с личными границами, и неуверенность в себе, и страх быть одной, страх остаться в одиночестве, ну и так далее. Плюс ревность еще, ну, это как бы одно друг другое взаимодополняет, к сожалению. Вот. Значит, ну, что можно сказать? Да. Вот, как сказал мой коллега, полностью поддерживаю его в том плане, что действительно у вас очень интересный ник. И, как мне видится, вы себя очень сильно сейчас обвините за то, что сделали. Как мне кажется, вы себя обвиняете сейчас за то, что сделали. Вот. Ну, другой вопрос, что обвинять себя смысла никакого нет, потому что вы поймите, что ваши пожелания, они имеют место быть. Только вот интересно, знаете, что, что встречаетесь вы с парнем два месяца, да, а уже говорите, что у вас семейные отношения. Вот. То есть, ну, какие здесь семейные отношения, если вы человека даже не знаете толком, во всем счетом. Вот. Какие здесь могут быть семейные отношения, не очень понятно. Дальше. Дальше, значит, смотрите. Вы говорите, встречаемся два месяца с парнем, значит, начали вместе жить почти сразу. Вот зачем, для чего вы начали жить с парнем почти сразу, чего хотели, на что рассчитывали, чего ожидали, что было нужно вам в этой ситуации. Но ведь были же причины, да, по которым вы почти сразу начали жить вместе. Вот зачем вы это делали? Для чего? Это вот очень важный момент, потому что он этот момент, по большому счету, оказывает то, как вы себя в отношениях подаете. То есть, вы сразу с человеком сблизились, не узнав ничего. Соответственно, идете на поводу у своих желаний. И я хотел быть, знаешь, каких? Потому что для того, чтобы вам помочь, для того, чтобы реально вам помочь, чтобы не было то, как вы говорите, как себя вести и что можно прогнозировать. Вот это догадать. А если вы хотите реально измениться, стать более сенсной, более самодостаточной женщиной и занять достойное место мужчины, то вам предстоит работать над собой. А не просто ответ на такой вопрос. Далее. Как вы забеременели, почему делали работу? То есть, что это такое? Два месяца, кто приезжали, кто забеременен, кто за работу? Это такое ощущение, да, что никакой сознательности, я не говорю о сознательности, никакой сознательности в вашем поведении нет. Понимаете? Вот. И это, вообще-то говоря, самое неприятное. Потому что если сознательности в вашем поведении нет, именно сознательности, да, в вашем поведении нет, то, как можно рассчитывать, да, на то, что мужчина будет относиться к вам серьезно. Ну, надо сказать, что ваш человек хорош, в том плане, что согласился с вами жить вместе сразу после двух месяцев встречания. Вот. Я заботился с прессами защиты. То есть, у вас ребенок появился, да. Вот. То есть, это все на самом деле довольно необдуманно. С его стороны. Конечно. Вот. И тут желательно бы выяснить вообще, почему он так себя повел, с какой целью он так себя повел. А зачем он так вот как-то, ну, начал делать? То есть, что им двигало в этот момент, да? А дальше идем. Значит, аборт. Не совсем понятно, что и почему заставило вас делать аборт. То есть, с какой целью вы здесь сделали аборт, зачем, было ли это обоюдным решением вашим, ну, не было ли это обоюдным решением вашим. Это непонятно здесь. Далее. Как раз в эту последнюю неделю после аборта пишите вы, я словно взбесил. Ну, здесь опять же момент какой, что вы как будто говорите о том, что вы взбесились. Но почему взбесились, из-за чего взбесились, что заставило вас так себя вести, непонятно. То есть, очевидно, что к аборту у вас далеко не самое хорошее отношение. Что в общем и целом вполне нормально и правильно. Но вы же его сделали. То есть, складывается такое чувство, понимаете, как будто каждый из вас, вот каждый из вас, каждый из вас думает только о себе. То есть, вы не думаете о, там, ребенке, допустим. Вы не думаете, допустим, о последствиях того, что вы делаете, да. Мужчина также не думает о последствиях по какой-то причине. И получается так, что каждый из вас руководствуется своими желаниями. Может быть, мужчина изначально не предполагал, что у вас будет что-то серьезное. Может быть, он хотел с вами, ну, такие обычные, ни к чему не обязывающие отношения. Тогда непонятно, какие отношения выстраивали вы. И как вы вообще себя позиционируете как женщина. Какие у вас ценности взгляды. Вот. Стал говорить, что мало вижу его задавать вопросы. Типа, куда и когда и с кем отдалился. Потом увидел, что у вас тот бывший рванул за ними. Зачем? Он её порвёт. Значит, ну, дальше вы пишите, что он вам показал за встречку, взял паузу. Ну, это понятно, что ему было неприятно. Доверия никакого между вами нет. Я не хотел уступать. Уступать в чём? Вы поймите, в чём уступать? Как бы... Что здесь такого, в чём нельзя уступать? Непонятно. Абсолютно. В результате был скандал, после чего мне всё равно присутствует. Из-за чего скандал-то был? Почему вы не уступили? Вы же виноваты. Ну, вроде как. Непонятно. Потом один раз приехала, на следующий день утром под предлогом собрать вещи. Зачем приехали? С какой целью приехали? Для чего приехали? Был зол, очень зол. Нет, ну, естественно, что он был зол, потому что... Ну, это... Неприятно, что всё произошло. Естественно, был зол. В течение дня старалась звонить и писать. Ничем не бывало. Стало только хуже. Ну, потому-то вы видели себя так, как будто ничего не случилось. На это делать было нельзя. То есть, по сути, вы пытались закрыть глаза на проблему. Открытым текстом сказал, я тебе напишу сам не знаю когда. Всё это было с явным возмущением от того, что донимают. Они же всегда заняты. Кто они, непонятно. Явным возмущением, что донимают, да, действительно, вы его донимаете. Правда, с какой-то стилью, опять же, не ясно. Не ясно абсолютно. Потом, сразу по переписке, от него непосредственно, от него подмеривало предложение быть просто друзьями. Ну, в общем, неплохой вариант с учетом того, что произошло между вами. Я ответила, пиши так, как считаюсь нужным. Почему не сделали шаг на встречу? Знаете, вот вы здесь ведёте себя, как будто, знаете, капризный ребёнок. Если вы делаете какие-то вещи, вы не извиняетесь, вы не делаете выводов, вы продолжаете делать всё в каком-нибудь ключе, плюс ещё скандалите, плюс ещё не желаете уступать, и в итоге пишите, чтобы он призвал это так, как считает нужным. Усав тень? Мучаюсь. Из-за чего? Из-за чего мучаетесь? Ну, конкретно. Вот из-за чего конкретно мучаетесь? Что вы его любите? Не сказали. Что вы хотите для него счастья? Не сказали. Что он вас любит? Не сказали. Что он хочет для вас счастья? Не сказали. Из-за чего мучаетесь? Человек в отъезде и хочется приехать домой и встретить с суженым. Зачем? Вы думаете это что-то исправит? Исправится, что вы сделали. Исправит вашу ревность, необдуманность, слежку, неуверенность в себе, скандальность, отсутствие личных границ, навязчивость. Вы думаете встреча с суженым исправит это? Приедет в шутковый целый, через два дня вдруг не остынет за это время. Дело не в том, что он остынет или нет. Дело в том, что он понимает, что слами ему не очень хорошо. Он может быть и остыл, но он понимает, что слами ему не очень здорово. В этом проблема. Вы говорите, что он остынет так, как будто это обычная вспыльчивость, или как будто вы живете уже очень давно вместе. Из чего я сделаю вывод, что вы в некоторой степени пребываете в иллюзиях. Ну, относительно того, что происходит в вашей жизни. Так, значит, госяк мой огромный, щепотка допекла его в эти дни. Что делать, надолго ли злоба? Что делать, пока оставить в покое, надолго ли злоба? Нет, злоба ненадолго. Выводы, которые на основе этих эмоций, и вот выводы надолго. Вам нужно эти выводы опровергнуть и, соответственно, извлечь выводы для себя и так больше не делать. Пойдет ли на примирение и на восстановление отношений? Заметьте, вы говорите о нем, вы не говорите о себе, о том, что вам нужно исправить. Исходя из этого, я полагаю, что вы в себе ничего менять не собираетесь, значит, и ничего не изменится, значит, все повторится. Поэтому, да, если вам пойдет на примирение, то мало чего изменится на самом деле. То есть, для вас мало чего изменится, для вас все останется так же. Как бы. Много читала, это зря. То есть, читали, вообще можете смело забыть. Сейчас возьмите паузу и возьмите с собой и побольше внимания обратите на себя, подумайте, что бы вы могли сделать для себя. Заботитесь личностным ростом, развитием, организацией личного доступа, хобби, занятий. И вот, исходя из всего этого, уже тогда будете немного видоизменены. Взаимодействие со своим мужчиной, может что-нибудь получится, а может быть и нет. Потому что то, что вы сейчас пишете, то, что вы сейчас говорите, это все не подразумевает того, что вы можете измениться. А значит, никакой перспективы в отношениях у вас, к сожалению, нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.